А что это ты несешь? Я помогаю. Спасибо. Ты авторитетный, у тебя 105 очков в МХЛ. Ага. Ну, видишь, бывает, опа. Тяжело тебе? А ты бороду сбрил, так бы кто у тебя попросил бы помочь? Привет. Артем Манукен не поможет Авангарду до начала января, но с ним все равно заключили новый контракт. Это благодарность хоккеисту за то, что он бросается под шайбу, не ноет, носит коврики. Но вообще, Артем хотел бы играть в первом звене. Локомотив вчера проиграл трактору, и выхода из кризиса не видно с нынешними менеджерами. Было понятно, что победа над Ригой – разовый всплеск. Александр Ардашев не может изменить ситуацию, а его поиски оптимальных сочетаний бессмысленны, так как сейчас не то время. Но что Ярославскому клубу делать дальше? Не собирается же Юрий Яковлев всерьез оставлять Ардашева на посту главного тренера. У исполняющего обязанности, конечно, есть кое-какой опыт, но последний раз он работал с бедной подольской командой, которая не доиграла чемпионат, а после этого занимался исключительно административной работой. Беда в том, что Ярославскому клубу брать некого. Все упирается в то, что в клубе Яковлев и Лукин, а с ними любой кандидат обречен. Можно хоть кого назначить, толку не будет. Конечно, напрашивается вариант Дмитрием Красоткиным, но, видимо, все не так просто. Лучшего тренера МХЛ уже неоднократно обманывали, суля работу с первой командой, а сейчас его не поставили исполняющим обязанности. Я уверен, что Красоткин оптимальный вариант, но в системе, где его не будут дергать по каждому пустяку и вмешиваться в дела игроков. А при связке Яковлева и Лукин такое исключено. Наверное, все изменит уход Яковлева и Лукина. Если спонсоры дают деньги, даже несмотря на подозрительные траты, то, может быть, эти люди и не нужны? Максим Игнатович из «Нефтехимика» попал на драфт отказов, проведя в КХЛ всего лишь две смены. Интересно то, что он был сначала на просмотровом контракте, а затем с ним заключили полноценное соглашение. В Риге же паника. Только латвийцы подписали пробное соглашение с вратарем Андреем Макаровым, так тут же договорились с его коллегой Александром Салаком. И теперь в команде четыре голкипера. От одного откажутся. Но поможет ли Салак? Последние два года он откровенно обманывал хоккей, разрушал обстановку внутри Сибири, при этом был на редкость капризным человеком. После перехода в Ярославль спокойно отдал место первого номера Илье Коновалову и не беспокоился ни о чем, получая 7 миллионов в месяц. Но в Риге совершенно другие деньги, совсем небольшие, а именно он их и достоин. Хуже не будет, но и сам Салак должен вернуться в КХЛ мотивированным. Во-первых, тут платят все равно больше, чем в Центральной Европе, а в Швейцарии он не нужен. Во-вторых, есть шанс показать себя и снова оказаться в каком-нибудь российском клубе, где можно получить денег. Салак в хорошем состоянии, безусловно, сильнее Гудлевскиса. Но только мы уже забыли, когда он был в идеальной форме. А вот то, что он подвел в Сибирь, Локомотив, а также набрал в Лиге 141 минуту штрафа, получая дисквалификации, прекрасно помним. Вот получит Салак большой дисциплинарный штраф в важном матче, тогда все поймете. Перейдем к новостям из НХЛ. Абрамов восстановился после сотрясения мозга, сыграл один матч за Отаву и отправлен в фармклуб. О других новостях. Пункт, позволяющий уехать в Санкт-Петербург в контракте нападающего Николая Прохоркина с Лос-Анджелесом, вступает в силу 1 ноября. Если к этому времени Николай будет находиться в Антарио или отправиться туда после этой даты, то ему можно будет поехать в СКА, где центральных нападающих мало, меньше 10. Впрочем, говорят, что Прохоркин не планирует возвращаться в Россию и намерен пробиться в основу Лос-Анджелеса, пусть даже придется поиграть в ЭХЛ больше месяца. И последнее. Клим Костин сегодня ночью должен был доказать руководству Блюз, что достоин первой команды. Но Сент-Луис не смог вылететь в Коламбус на выставочный матч, так как у них сломался самолет. Я и раньше с подозрением относился к этой лиге. Оттуда даже на Евротур не приглашают. До свидания. Никита, я тебя таким красивым не видел никогда? Дайте нам какое-нибудь просто видео, чтобы послушал Никита. Балашиху не приезжай с пудрой.